Далее расскажем обо всем подробно. Защитить детей и обеспечить им самую лучшую жизнь. Вот уже более 60 лет, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. Благодаря этому празднику удается решить глобальные вопросы, связанные с жизнью и развитием детей. В нашей стране эту дату отмечают как Всероссийский день правовой помощи детям. Как и у всех взрослых, у детей есть права, которые нужно защищать. Каждый маленький гражданин имеет право на всестороннее развитие, образование, охрану от негативного влияния окружающей среды и полноправную участие в жизни общества. Проблемы несовершеннолетних решают уполномоченные и их помощники по защите прав детей. Это больше оказание помощи гражданам, обращающимся в формулировании какого-то вопроса, составления заявления, обращения к уполномоченным. Станислав Ласов – один из помощников уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. Он занимается правозащитой юных старовчан уже более трех лет. По его мнению, в городе очень мало обращений по поводу нарушения прав детей. Обращений по защите прав детей гораздо меньше, чем по защите прав взрослого населения. По поводу детей это буквально два-три обращения было за весь период. Когда уже обиты пороги всех инстанций и нет вразумительного ответа, на защиту вступают уполномоченные по правам ребенка. Станислав Ласов ведет прием по адресу Зернова, 35, каждый последний понедельник месяца. Свои вопросы можно задать и по телефону 99 208. Еще весной в Сарове подвели итоги опроса по выбору общественных территорий в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В список приоритетных, по мнению саровчан, территорий для благоустройства вошла лыжная база. Там должны появиться новые зоны для активного отдыха и проведения спортивных мероприятий. На днях объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства лыжной базы. Оформление проектно-сметной документации должно завершиться до середины декабря. Металлические трибуны советских времен обветшал и судейский домик, и спортивные снаряды. Лыжная база – одно из самых популярных мест проведения массовых городских праздников и соревнований. Пришла пора привести эту территорию в соответствии с современными тенденциями активного отдыха. Реконструкция лыжной базы, как и не только самой лыжной базы, а всей территории, прилегающей к лыжной базе, назрела уже давно, так как мы знаем, что лыжная база пользуется довольно большой популярностью у жителей нашего города не только в зимний период, но и в летний период также. В планах благоустроить 31 гектар земли. Появится спортивная площадка для пляжного волейбола, новое футбольное поле, реконструируется зона памп-трека, который подойдет как для взрослых, так и для маленьких велосипедистов. Проектом благоустройства «Все пространство лыжной базы» будет поделено на несколько зон. Это зона стартового городка, зона пантрека, зона отдыха, детская игровая зона, спортивная зона. То есть достаточно широкий комплекс тех зон, которые мы готовы предложить нашим жителям. Реконструкция лыжной базы не затронет лыжероллерную трассу и лыжню и никак не повлияет на тренировочный процесс воспитанников спортивной школы. На базе с Дюшоратом занимаются 12 учебных групп. Это порядка 147 воспитанников. Спортсменам и тренерам сегодня приходится уютиться в маленьком двухэтажном здании. Речь о его расширении ходит уже давно. Есть даже проект реконструкции, реализовать который планируют в 2020-2021 годах. На сегодняшний день здание лыжной базы не вмещает того количества людей, которые к нам приходят. Конечно, здание маленькое и, конечно, требует, чтобы немножко его также реконструировать. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции территории лыжной базы завершится уже в середине декабря. А сами работы по благоустройству должны закончить уже в мае будущего года. 21 ноября в рамках второго этапа всероссийского проекта «Сообщи, где торгуют смертью» в нашем городе состоится горячая линия «Будь независим». Получить консультации по вопросам зависимости и созависимости можно будет по телефону 99313. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Депутат областного ЗАГС собрания Марины Еминцева пообщается с саровчанами. Прием граждан пройдет 23 ноября в 114 кабинете здания городской администрации с 4 до 6 вечера. Записаться на встречу можно по телефону 97757. Хоккейный клуб «Саровс Победа» начал серию выездных матчей. В минувший понедельник команда Игоря Веркина в сухую разгромила пензенский дизель. В первые 20 минутки наших кисты подбирали ключ к обороне соперника. И результат не заставил себя долго ждать. Во втором периоде саровчане забросили сразу две безответные шайбы. А в третьем поставили финальную точку, еще раз поразив ворота соперника. Итог встречи 3-0 в пользу хоккейного клуба «Саров». Саровчане выбрали лучшую, на их взгляд, картину 38-го международного фестиваля студенческого кино. Он прошел в художественной галерее с 12 по 15 ноября. В общей сложности гражданам показали 16 картин, каждую из которых зрители могли оценить по 10-ти бальной шкале. Больше всего саровчанам понравилась мелодрама «Три дня Клавы Грачевой», которую в качестве дипломной работы снял выпускник в ГИКа Иван Григалюнас. До самой главной ночи в году осталось чуть больше месяца. Новый год – праздник всеми любимый, всегда долгожданный и сказочный. Однако не ко всем в эти волшебные дни приходят родные и близкие с подарками. По всей России живут сотни детей, бабушек и дедушек, которые нуждаются в помощи. И наш город не исключение. Чтобы в новогоднюю ночь подарить им настоящий праздник, мы вновь объявляем о старте благотворительной акции «Мы помогаем». Чтобы сотворить новогоднее чудо, не обязательно быть Дедом Морозом. Достаточно лишь иметь желание подарить окружающим настоящий праздник. Канал 16 вновь начинает благотворительную акцию «Мы помогаем». И в этот раз мы проводим ее совместно с депутатами городской думы. Радостно, что канал 16 с такой акцией идет, расширяет ее деятельность и на нас тоже. Людей нуждающихся у нас очень много, и каждый депутат на своем округе этих людей знает. Пусть это будет какая-то помощь, ну может быть, в некоторой даже степени символическая, но когда одиноким людям оказывают такое внимание, они это очень ценят. Мы это все знаем и реагируют на это очень позитивно, и как-то все наше общество становится немножко лучше. Впервые акция «Мы помогаем» стартовала два года назад. В преддверии больших праздников редакция нашего канала и неравнодушные жители города помогали одиноким пенсионерам, собирая такие необходимые для них продукты питания и средства гигиены. За это время продуктовые наборы и подарки получили не один десяток бабушек и дедушек. Мы получаем огромную обратную связь на нашу акцию и со стороны жителей города Сарова, которые с удовольствием несут подарки и продукты для пожилых людей, так и от тех людей, которым мы помогаем. Мы получили много писем, много звонков в нашу редакцию со словами благодарности, потому что, казалось бы, небольшой подарок, продуктовый набор на самом деле приносит в дом к этим старикам, которые волею судя постались одиноки, настоящий праздник. Принять участие в благотворительной акции и подарить немного радости и волшебства людям, так нуждающимся в заботе и поддержке, может каждый сыровчанин. Для этого нужно совсем немного. Можно купить хозяйственные товары, продукты, мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, чай, какао, сгущёнку, паштеты, сладости. Также можно приложить небольшой новогодний подарок – календари, шарф, тёплые носки, подарочное полотенце или маленькую мягкую игрушку. Чтобы вы не принесли, это доставит искреннюю радость получателям. Присоединяйтесь к нам. Передать товары для бабушек и дедушек можно по адресу. Силкино, 41, второй этаж. Давайте дарить праздник вместе. Тёплое, насыщенное звучание, которое напоминает мелодию пастушьей дудочки и низкие, чуть с хрипотцой, звуки фагота. В Доме учёных в рамках проекта «Филармония для детей» состоялся концерт «Трио кон анима. Духовное братство». Два необычных музыкальных инструмента в сопровождении фортепиано помогли юным ценителям классической музыки увидеть знакомое произведение в новом свете. Проект «Филармония для детей» появился в Доме учёных более 15 лет назад. Проводился он нерегулярно и только по предложению артистов, которые приезжали с гастролями в наш город. По инициативе Светланы Прохоровой, специалисты Дом учёных, цикл классических концертов для детей стал постоянным. А в гости к юным ценителям классической музыки стали приезжать творческие коллективы со всей России. Постепенно стала предлагать артистам, которые к нам приезжают, сделать ещё что-нибудь для детей. И сейчас у меня уже как правило, если я с кем-то договариваюсь, я сразу спрашиваю, а есть ли у вас что-нибудь для детской филармонии? Фагот как инструмент для изучения Нина Руженицкая выбрала спонтанно. Попробовать сыграть на инструменте ей предложили друзья из духового училища. И вот уже много лет Фагот верный спутник Нины на концертах. Что удивительно, габариты инструмента и его вес около 7 килограммов больше подходят мужчине, нежели хрупкой девушке. Выбирают все по-разному. Кто-то, потому что нравится, но, как правило, да, убирают флейту, трубу. Фагот – это редкость. В рамках выступления Нина и её коллеги не просто рассказали об истории создания Фагота, его видах и возможностях. Ребятам и их родителям наглядно показали, как устроен инструмент, объяснили, откуда берут свои названия, его составные части и почему на создание одного Фагота уходит не один год ручного трудомастера. На вопрос, дорого ли стоит этот духовой инструмент, зрители получили ответ. Как хорошая однокомнатная квартира. Сам инструмент, во-первых, он требует большого ухода. Это очень затратно. И плюс у нас ещё есть трости, которые нужно менять довольно часто. И это тоже определённые затраты. Следующая встреча в рамках филармонии для детей пройдёт в Доме учёных 9 декабря. Это будут сказки «Северного ветра» по музыкальным произведениям Эдварда Грига. А в январские праздники со сцены покажут зимние сказки «Мумидола». Они наверняка придутся по душе и детям, и взрослым. Ещё больше интересных и познавательных книг, которые займут достойное место на стеллажах и увлекут мальчишек и девчонок в мир знаний и фантазий. Детская библиотека имени Пушкина приглашает саровчан принять участие в акции «Книга в подарок» и поделиться с юными читателями любимыми детскими произведениями отечественных и зарубежных авторов. Книга – лучший подарок и главное сокровище, уверены сотрудники детской библиотеки имени Пушкина. Поэтому они вновь запустили акцию «Книга-дар». Любой горожанин может передать в библиотеку новые книги, которые уже прочитаны, или из которых выросли дети. Акция проходит не первый раз. Начало было положено в 2016 году. Надо сказать, что книг было подарено достаточно много. В этой акции приняли участие и организованные группы. То есть это были целые классы, целая группа детских садов и отдельные жители города. Всего было подарено около двух тысяч экземпляров книг. То есть, конечно, мы очень благодарны жителям города за такой вот отклик. Если раньше библиотека принимала книги просто в хорошем состоянии, то теперь по требованию Санпина появились определенные критерии. То есть мы принимаем в дар книжки новые, детские, то есть до 16 плюс маркировка самая максимальная, что может быть. Или книги свежеизданные, книжки не старше 2015 года. Что дарить? С классикой в библиотеке проблем нет. За последние несколько лет фонд Пушкинки и горожане передавали собрание сочинений известных авторов. Есть небольшие проблемы с литературой новой. Вот новая детская, юношеская, подростковая литература, познавательная литература, новые издания. Вот это интересно, очень актуально. Проблема в том, что у нас эти книжки есть, но их мало. Экземплярность маленькая, а читателей много. Приносить книги можно как в Центральную библиотеку имени Пушкина, так и в структурные подразделения. В Иванове завершились всероссийские соревнования по боксу класса Б памяти заслуженного мастера спорта Советского Союза Василия Кудрявцева. История турнира берет свое начало в 60-х годах прошлого столетия. Соревнования традиционно собирают сильнейших спортсменов в возрасте от 13 до 40 лет. Наш город в Иванове представляли воспитанники детско-юношеской и спортивной школы ИКАР. В каких еще турнирах приняли участие ребята и как шли к победе, расскажем в следующем репортаже. Три турнира, три победы. За месяц воспитанник Дюшикар Василий Поздяев успел побывать сразу на трех серьезных турнирах. Сначала спортсмен одержал победу на международной матчевой встрече сборных Нижегородской области и Беларуси. Не успев поставить награду на чемпионскую полку, молодой человек вновь отправился покорять вершины спортивного Олимпа. На этот раз в Нижний Новгород на турнир Бориса Корнилова, где молодой человек стал первым в своей весовой категории. Чтобы быть первым, нужно выходить и доказывать то, что ты лидер. Ты должен, во-первых, знать внутри себя то, что ты лидер. И ты выходишь, ты просто это доказываешь. Кровью, слезами, потом, неважно чем. Третьим для Василия Поздяева стал турнир заслуженного мастера спорта Василия Кудрявцева в Иванове. На соревнования съехали спортсмены со всей страны и ближнего зарубежья. Василий Поздяев стал чемпионом и привез домой не только кубок, но и звание кандидата в мастера спорта. Еще два воспитанника Дюшикар Илья Анучин и Максим Житков стали обладателями серебряной и бронзовой медалей. Турнир хороший, он известен в России. Приехали четыре команды даже из-за рубежа. И с Россией тоже такое представительство было солидное. Ребята выступили, считаю, достойно. Все ребята на этом турнире провели международные встречи. Это впервые у них в карьере. В скором времени спортсмены вновь отправятся на очередные соревнования, где им предстоит продемонстрировать свои отработанные навыки и технику, а также достойно проявить себя на ринге. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.